Детская тема Но тем не менее, с вашей точки зрения, насколько все-таки сфера индустрии детских товаров сегодня обласкана вниманием государства или сегодня пока мы этого не можем добиться? Как вы можете это сделать? Вы знаете, вот та пленарная сессия, которая прошла, она все-таки еще раз доказала и показала, как много нам еще вместе нужно сделать для развития индустрии детских товаров. Но прежде я хочу сказать, что фестиваль, с одной стороны, это праздник, вы видели, какие площадки интересные играют, дети, родители, много разных активностей. Но с другой стороны, не случайно на одном из президентских советов под руководством Валентины Ивановны Матвиенко мы рассматривали тему индустрии детских товаров. И, по сути, тогда это стало такой мощной отправной точкой, чтобы выработать целый комплекс решений, чтобы это направление развивалось. Ведь речь идет не только о том, чтобы у наших детей были лучшие, безопасные детские пособия, игрушки, одежда. Но, по сути, это одно из важнейших составляющих национальной безопасности. Здесь я говорю о содержательной части этого вопроса. Хотела бы отметить, что по итогам совета вышел перечень поручений президента, очень конкретный. Но, во-первых, мы уже вместе с профильным ведомством, Минпромторгом, внесли изменения в дорожную карту. Ну, проще говоря, в план мероприятий по развитию этого направления. Более того, сейчас мы, как Палата регионов, активно работаем с АДИТ, Ассоциацией детской индустрии товаров, чтобы аналогичные планы появились в каждом субъекте Российской Федерации. И Республика Башкортостан один из тех субъектов, кто одним из первых подписали и соглашение, и план мероприятий, и более того, выделили дополнительные финансовые средства. Но, безусловно, само развитие индустрии – это комплекс факторов. С одной стороны, меры поддержки, в том числе налоговые льготы для производителей. С другой стороны, вы сегодня слышали, как большинство именно производителей жаловались на отсутствие сырья. Поэтому здесь тоже есть над чем подумать. И мы, обладая таким ресурсным потенциалом, конечно же, должны наладить переработку для того, чтобы было из чего делать детские игрушки, пособия. Сегодня сам рынок индустрии представляет порядка 279,5 миллиардов рублей детских товаров. Но российская, отечественная составляющая там не более 30%. А тем не менее, мы видим потенциал огромный. Вот сегодня выступала руководитель фабрики «Игрушек весна». А вы обратили внимание, что фабрика открылась в 1942 году. То есть суровое военное время государство понимало важность развития этого направления. Очень многое нам нужно сделать и в плане просвещения родителей. Если, допустим, по просьбе наших регионов, дошкольных образовательных учреждений, мы разработали рекомендации, что, знаете, тоже было нелегко с профильной венкой. Тенег не надо, ничего не надо. Но, тем не менее, почему-то именно у воспитателя и заведующего должна болеть голова, какой должен быть стул, стол. Вот сейчас, слава богу, есть, и вы слышали, как благодарили нас за это. Аналогичные рекомендации нужны, конечно, и по игрушкам. Но если все-таки с учреждениями государственными мы регулируем, есть рекомендации, есть, ну, что называется, ОКО Государева, то в случае с родителями остается только заниматься просвещением. Целое поколение родителей, как я сегодня отметила, выросло на доме два и вряд ли задумываются, что вложить в содержание. Более того, итоги опроса показывают, ну, там, порядка 16% родителей говорят, что мы вообще покупаем им все, что хочет ребенок. А более того, когда мы говорим, что здесь очень опасные вещества в какой-то контрафактной игрушке, они говорят, что все равно, то есть до безумия доходит ситуация. И, конечно, жесткие требования, в том числе к безопасности игрушки, безусловно, должны быть. Но сегодня были подписаны и соглашения, в том числе с иностранными компаниями. Мы видим то, что это направление стратегически важно, оно должно развиваться. Но нельзя сказать, что вот мы вложим там сколько-то миллиардов, и все будет хорошо. Это комплекс факторов. И совершенствование законодательства, и выделение дополнительных финансовых средств на поддержку отрасли, изучение лучших мировых практик, наше взаимодействие с дружескими странами, партнерами, почему нам изобретать велосипед, если где-то есть такой положительный опыт. Просвещение родителей, как я уже сказала. И, безусловно, нужна четкая система мониторинга, как выполняется поручение президента, что в регионах делается по этой теме. Но все-таки не случайно, что фестиваль проходит в республике Вашкортостан, как мы уже с вами отметили, вложенные средства, есть внимание руководства республики к этой теме. И очень важно, что председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Клинка направила приветствие организаторам, участникам. И мы обсуждали, что фестиваль имеет все шансы стать ежегодным, расширять свою географию. Ну и, конечно, все те идеи, которые прозвучали, мы обязательно возьмем на контроль, будем обсуждать их в том числе и на площадке Палаты регионов, чтобы вместе с субъектами, вместе с федеральным центром выработать те решения, которые сегодня так нужны нашим маленьким гражданам. Ведь наша цель, она, с одной стороны, очень понятная, простая, как насытить рынок наш безопасными, добрыми, нужными отечественными товарами для детей. Я еще тогда один вопрос задам относительно добрых и хороших игрушек. Вы сказали как раз-таки о содержательной части, тоже надо в этой части работать, когда мы понимаем, что на рынок поступает огромное количество игрушек, но, как Владимир Владимирович когда-то сказал, там гендерные свободы порой вносятся и коррективы, да, и вот эти вот игрушки, и непонятного содержания, и непонятного в образе, вообще в принципе не поймешь, что это такое, когда, ну, все-таки мы воспитывались на игрушках, ну, более понятных, и когда мы понимали, чего они делают. Ну, вот здесь вот тоже, каким образом, думаете, нужно контролировать, чтобы все-таки не поступали, может быть, ну, вот, знаете, валом эти игрушки, с непонятным образом и вообще. Во-первых, конечно, вот сегодня прозвучала идея, на мой взгляд, она правильная, стимулировать крупные компании розничные к тому, чтобы отечественная продукция, которая прошла, так скажем, процедуру сертификата качества, не случайно мы сегодня со стандартом вырабатываем эти правила, какая должна быть игрушка. С другой стороны, мы обсуждали с коллегами и возможности добровольной маркировки, лицензирования, то есть мы понимаем, что если написано развивающая игра, добровольно, чтобы производитель, если имеет на это желание, и определенный значок, определенный знак качества давал бы родителям понимание того, что это действительно развивающая игра. Сегодня вы видели на слайдах, ученые представляли нам в кавычках развивающие игрушки, которым просто страшно подводить детей. Более того, ведь они опасны не только с точки зрения экологии, здоровья, они очень часто травмируют психику детей. Куклы, монстры, взятые совершенно не из нашей истории, не из наших традиций. Я вот приводила пример, когда наш анимационный фильм в Москве на предпорассмотре с каким удовольствием смотрели ребята, «Родители», фильм, который был на основу на событиях войны 1812 года. Рассказывал о наших батырах, как они подпевали в конце. Когда я спросила у ребят, вам понравилось? Они говорят, да, только очень быстро закончилось. И одна из девочек, причем она из Москвы, сказала, что я знаю, что я буду делать, я куплю башкирский чак-чак, я приглашу девчонок, мальчишек, и мы снова посмотрим этот фильм. Вот это, пожалуй, результат, наверное, такой слаженной работы, когда детская анимация, детские игрушки, продукции для детей воспитывают, когда они нужны, когда безопасны. И это то, что именно сегодня нужно для наших маленьких граждан. Ну, надеюсь, что все будут понимать это и самое. Спасибо вам большое. Я напомню, вместе с нами сегодня была председатель комитета Федерального собрания Российской Федерации по культуре, науке и образованию Лилия Гумерова. Ну и смотрите РБК, будете в курсе событий. Учайтесь.